Как говорил великий Пикассо, кажется, искусство страхивает пыль повседневности. Да-да-да, когда человек занят любимым делом, он переходит в такое состояние, особенно когда погружается в него, художник может сказать, моей рукой водил Бог. Потому что он входит в состояние такой раскрепощенности от повседневности, там, где он был в стрессах. Снял зажимы и в любимом деле, да, он так входит в любимое дело, как в детскую игру. Они же не задумываются, как надо делать, когда играют в куклы. То же самое и здесь, потому что лечиться можно только свободой. И вот черный квадрат, да. Конечно, черный квадрат это не художественное произведение, а философия. Вообще все великие люди, художники, музыканты, психологи, они в конечном счете приходили к философии. Потому что вообще-то рисование или музыка... Ну, представьте себе, у меня есть товарищ, который вот рисует, и он по какой-то одной концепции вдруг начал рисовать, по каким-то одним законам, которые он где-то углядел. И у него картины стали такие неинтересные. Потому что по одному аспекту нельзя создать шедевр, потому что мир создан не одним законом, а в перекрестье закона. Поэтому вот эти вот ряды там чисел, знак Пи там, золотое сечение, ну, по одному закону нельзя. Не музыку писать, не картины создавать. В пересечении законов. Но есть какие-то более глобальные законы. Вот закон сохранения энергии, там еще какое-то. Это все вот и есть в индийской философии. Ведь индийской философии, например, много тысяч лет. Много тысяч лет. Я просто хочу сегодня показать, как я рисую. Сначала надо приготовить рабочее место, чтобы потом вам не приходилось искать и выходить из потока. Мой любимый психолог, всемирно известный Михаил Чистен Михаил. И, да, можете посмотреть, потрясающий человек, начинал с книг по йоге, потом йогой перестал заниматься, потому что он искал, в чем заключается счастье и свобода человека. Но йогой перестал заниматься, потому что там надо дисциплину, определенные ежедневные занятия, трудом и так далее. Стал искать и искать, и в конечном счете он создал такую систему, изучая людей, которые говорят, что они счастливы, несмотря ни на что. Когда они выходят из ситуации выживания, ну, когда у них есть какой-то достаток, и не надо все время думать, как завтра заплатить за свет или воду. Когда они выходят из этой стадии, то есть из стресса, и занимаются любимым делом, то они входят в поток, когда действительно художник может сказать, «Моей рукой рисовал Бог», да, но там опять же он столкнулся с чем, что для этого, он говорит, надо мастерством обладевать лет десять. Ну, для чего? Я так понимаю, потому что, если ты споткнулся, что ты не можешь сделать? Ты выскакиваешь из потока, а мы поэтому просто раскрепощаемся перед тем, как делать какое-то дело, правильно организовав сначала рабочее место, чтобы не выскакивать из потока. Рабочее место – это очень важно, что в голове, что вокруг. Вот я тоже собрал, вот видите, кисточки сюда положил, которыми я обычно пользуюсь. Почему чёрный холст? Мой друг Ривас, он мне сказал, слушай, а мой брат рисует на чёрном холсте, и поэтому вот так глубоко получается, потому что на самом деле то, что ты сейчас рисуешь, вот я покажу, оно светлее, оно приближает, а чёрное в глубине остаётся. Это как, я так думаю по философии, как чёрная материя, это чёрные дыры. Ну, наш мир, например, по каким-то законам создан, наша реальность, а чёрные дыры, такая материя, а мы пока знаем только вот от молекул, от атомов, мы только знаем это, и вообще пользуемся только тем, что там сколько-то процентов, а там ещё бесконечность, эта Вселенная, она приводит в ужас, когда человек философски задумывается об этом. Ну, вот, наверное, глубина в этой черноте и вакууме. И вот отсюда, когда мы начинаем что-либо делать, а я заранее сделал своё рабочее место, потому что я теперь не думаю, где как взять, где какую краску. Во-первых, краску надо подобрать, ту, которая вам удобнее. Вообще надо так подбирать, чтобы у вас был удобный стиль. Ну, кто-то любит повести писать, а кто-то стихи, а кто-то новеллы. Я, например, новеллы только могу писать, но у меня характер такой, я всё время думаю, поэтому излагаю коротко, уже проанализировав. А кто-то вот пишет и одновременно думает, да, и может много написать. А я вот кусочек только напишу, потому что уже всё продумано. Ну, каждый должен найти свой стиль, здесь тоже у меня есть авторский стиль. Это когда надо просто найти, значит, свой способ рисования. А я спринтеров. Я очень быстро рисую, очень быстро я делаю, размашусь, свободно. Да, а потом начинаю там вот детализировать, детализировать. Очень часто, хочешь как лучше, хочешь как лучше. У меня даже есть такая навала, тоска по испорченной картине. Ну, вот я, например, сейчас буду рисовать. И всегда надо краски расположить, чтобы рабочее место было удобное для тебя. Краски расположить таким образом линиями. Я же рисую маслом рисовав раньше, а сейчас вот акрил линиями, чтобы они не запачкались. И кисточка всегда должна быть чистая. И у тебя должен быть мешочек, куда ты сбрасываешь салфеточку. Да. Потому что ты потом войдёшь в поток, а что же я, вот кисточка-то у тебя нечистая, и ты её размажешь. Поэтому кисточка должна быть чистенькая. Это во-первых. Во-вторых, моей рукой водил Бог, говорит, да, когда вошёл в поток. Что это означает, и как сделать шедевр. Как сделать так, как Михаил говорил, что входишь в поток, и там композитор говорит, что музыка сама льётся, ты только записываешь ноты. Ну, правильно всё это. Мой друг Рахман, например, один из лучших святников был в Москве, художник. Он когда рисовал, он пел мугаму. Ходил туда-сюда, пел мугаму и рисовал. Что он этим самым делал? Он этим самым снимал лишнее напряжение. Как Пушкин снимал лишнее напряжение, когда он задумывался и решал там какой-то вопрос лишнее напряжение параллельной автоматической деятельностью. То есть он в этот момент вторую доминанту делал, чтобы по закону сохранения энергии мозг распределял энергию уже не только на то, чем он занят, что его волнует, но и на вторую. Он автоматически рисовал женские головки. А я говорил уже о Гатте Кресе, я умыла посуду, она делала какую-то автоматическую работу параллельную. И мозг распределял уже энергию на две доминанты, ослабляя ту первую волнующую доминанту. И она поэтому видела одновременно, как делать и как лучше сделать, потому что она одновременно и была в событии, и была участником, свидетелем события. То есть по существу регулировала нервное напряжение. Если мы научимся регулировать нервно-психическое напряжение, это главный регулятор, который позволяет нам отдаляться от задачи, приближаться к задаче. Как я отхожу от холста и приближаюсь к холсту. Слушайте, это так интересно. Видите, я вот теперь сделаю и так, чтобы моей рукой водил Бог. Как я это сделаю? Обращаются люди к Богу, выкатывают глаза наверх. Правильно? При этом что происходит? Когда ты взгляд поднимаешь, у тебя там мозг так устроен, что глаза, и потом они расходятся, две половины мозга как бы разъединяются. 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 Поэтому это позволяет переходить от фокусированного напряженного состояния, переходить в состояние такое релаксированное, когда ты видишь мир целым. Ну, поэтому надо время от времени отходить. А как лучше вот так посмотреть? Вы заметили, когда человек, например, разговаривает, и вдруг ему надо подумать о чем-то? Он как-то отводит взгляд и как-то вот куда-то смотрит. Я вот когда разговариваю, в какой-то момент там вопрос мне задали или еще что-то, я вот в момент как-то задумываюсь. Я отрываюсь от ситуации, и там ищу, то есть глаза у нас ищут, глаза это внимание. Да, я отрываюсь от ситуации, отстраняюсь от нее эмоционально. Невольно, невольно. И там где-то ищу. Это происходит сканирование в нейросетях мозга. А как лучше туда смотреть или в сторону смотреть? А есть люди с бегущими глазками, да? Да, хороший милиционер опытный сразу видит, что-то у него не так. Я часто с таким милиционером и разговаривал. А как вы определяете потенциальный террорист или что? А мне глазки говорят. Ну, не буду сейчас рассказывать, это секрет, это целый отдельный разговор. И вот, для того, чтобы я мог нарисовать ШД, чтобы моей рукой водил Бог, естественно, я должен не зацикливаться на задаче, а отстраниться и довериться. У нас для этого есть, чтобы быстрее входить в такой поток синхрогимнастика. Рахман ходил, напевал. Пушкин лесобвал в это время. Шелла Холмсон, помните, на скрипке играл, когда думал. Эйнштейн тоже. Ну, вот как отстраниться немножко? Как довериться? Как довериться, чтобы моей рукой водил Бог? Ну, я делаю взгляд рассеянный. Я делаю взгляд рассеянный и говорю себе, я крутой, я молодец. Это психологические приемы. Потому что нет хуже, если тебе кто-то скажет, что вся твоя работа, чем ты занимаешься, никому это не нужно. Он тебя сразу вырубит из всякого вдохновения. А ты должен почувствовать, что ты рисуешь как Бог. Да. Райков, например, детей усыплял в гипнозе и говорил в Вегении. Да. А ты тоже самое можешь сам себе сделать, снять эти барьеры. Я рисую, воображая себе, что моей рукой водит Бог, что я молодец, я говорю себе, я крутой. Да. Я очень крутой. Да. Очень-очень крутой. И моей рукой водит Бог. То есть я вот сейчас рисую, не задумываясь. Не задумываясь. Конечно, это рисование такое для разгрузки, это не такое, в котором вы обязательно что-то должны рисовать. Потому что я же не художник такой, который рисует обязательно и рисует то, что я хочу. Ну, как говорит мой друг Саша Ано, который в этом очень разбирается в психологии и творчестве, он говорит, как было бы хорошо. Потому что некоторые люди, они начинают, когда еще не умеют, рисуют как могут. А потом переходит стадии, когда он может рисовать, как хочет рисовать. Да. Это все очень интересно. Это все очень интересно. Это не только интересно, это важно и полезно, потому что у человека не может быть без мечты, без любимого дела. Он не может стряхнуть, как говорил Пикассо, пыль повседневности. А почему, собственно говоря, Михай еще говорил, почему с древних времен делали театры, а люди отключались от повседневности, переходили из этой рутины в это состояние, где они завороженные смотрели на что-то, на искусство. Да. И переключали доминант. И потом свои повседневные вопросы решали все лучше, проще и естественнее. Вот. Сейчас мы придем к такому событию, к интересному. Вот. Пока я с этой кисточкой, надо будет ее немножко теперь протереть или взять сразу другую. У меня все приготовлено. Да. Слушайте, как это все интересно, как мир устроен интересно, как мир устроен интересно. Видите, я положил красочку, как говорил мой друг Женя Архиреев. Красочка. Да, я сделаю шедевр, я иначе думать не могу, потому что если я буду думать, что я не на самом почетном месте, как творец, как же я сделаю хорошую картину. Конечно, я творец. Конечно, я творец. Вот так. Сейчас мы посмотрим, что он делает, а? Мы посмотрим, что он делает. И мы увидим, как по закону живописи рождается у нас картина. Вот так. Ах, забыл опять, что я крутой. Надо опять вспомнить, что я крутой. Да. А то я задумался, что еще сказать и стал нервничать. А надо не нервничать. А для этого надо погрузиться. Чем больше я погружусь в любимое дело, А для этого надо, чтобы не было зажима. А вот чувство ответственности, ответственности, оно мешает. Страх ошибки мешает. Страх ошибки мешает. Поэтому я должен применить другой прием. Я применяю прием. Чем больше ошибок, тем богаче холст, как ковер, как жизнь. Да, но надо совершать такие ошибки, которые ты можешь исправить. Потому что если ты зациклишься, а что такое позитивное мышление, вообще самогенное мышление, так называемое. Это еще результат, и не зацикливайся на неудаче. Все просто. Вообще в жизни все просто. Стресс снимается любимым делом. В любимом деле приходишь поток. Ты не думаешь, как стараться. Поэтому многие люди лентяи, потому что они чувствуют, что не имеет смысла делать то, что они делают. Или кто-то им такое говорит. Это не имеет смысла, то, что ты делаешь. Видите, как правильно Ревас говорил, что его брат рисует с черного, да? Я вот попробовал несколько картин рисовать с черным. Да, действительно, это экономнее получается. Потому что все светлее то, что ты делаешь. Оно ближе к тебе. Ну так. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас. Вот так. Вот так. Да, уже получается. Ой, как получается. Это лишнее мы уберем. Вот так. Моей рукой рисует Бог. Я доверился. Чтобы довериться. То есть я снял с себя ответственность. Потому что когда на мне ответственность. Страх за ошибку. И это растет напряжение. Я могу зацикливаться. И в какой-то момент зависать. И не знать, что дальше делать. И для того, чтобы оттуда выйти из этого состояния. И снова войти в поток. Я похвалю себя. Я отвлекусь. Я отойду со стороны. Посмотрю. И опять скажу. Какой я молодец. Скажу. Какой я молодец. Вот. 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 Не подошла. Не подошла. Не подошла. Не подошла. Ну не подошла. Ну не подошла так и хорошо. Чем больше ошибок, тем больше шансов на исправление. и тем богаче живопись. Конечно, живопись. Идея пропала. Здесь у меня были руки, вот так он сидел, а идея пропала, да? Сейчас мы её восстановим, если нужно. Мы посмотрим, куда ведёт наш срок событий. Это же так просто. Всё так просто. Стараться надо совсем другим. Стараться надо искать, как сделать дело легче. Это и есть развитие творческого подхода. А не стараться, если у тебя что-то не получается, долбить и долбить, зацикливать. Поэтому ещё и результат ты не зацикливайся на неудачи. А когда у тебя не получается, раскрепостись. А почему художники некоторые водку пьют? А почему актёры водку пьют? Плечать грант на храбрость. А у нас есть место в водке. Синхрогимнастика. Сделала разгрузочные приёмы, там, 1-2 минутки перед рисованием. Это всё равно, что Рахман ходит и Мугаму поёт. То же самое. Многое есть у нас такого, что и не снилось нашим мудрецам. Мы должны сделать глаза. Удивительные глаза надо сделать. Надо сделать удивительные глаза. Смотрите, как краска хорошо легла, да? А вот я сказал, смотрите, как хорошо легла. На самом деле, может, не хорошо легла, потому что... Что такое тонкие духи? Это всё зависит от порыва ветра, от внушения. Толпа стоит, смотрит на картину и говорит, ой, какой шедевр. И ты тоже идёшь и начинаешь с этой точки зрения смотреть. Оно тебе начинает нравиться. Я говорю, смотри, какой кусок. Потрясающе здесь получился. И ты уже начинаешь смотреть туда с этой точки зрения. Вот же в чём дело. Поэтому, поэтому все великие художники говорили, что истинных ценителей искусства мало. Ну, потому что все поддаются моде, подражанию. Многие там меняют свою точку зрения. Стало модным что-то. И все начинают за этим. А истинных искусств... Вот знаете, что это очень интересно. Любители истинного дела для любого автора тоже мало. Вот у меня школа Гомо-Фатус. Я наблюдаю вообще-то. Кто там на самом деле... Кто там на самом деле... Ну, истинные. Вот в том смысле, что понимают, о чём мы там говорим. Они просто подражают. Как в любой школе. Вот это большая была проблема, когда авторы уходят, остаются ученики, последователи. Да. Пока автор был, он мог поправить. Он мог что-то поправить. Показать что-то новое. Когда автор исчез, уже ничего не сделаешь. Уже ничего не сделаешь. Когда автор исчез, уже ничего не сделаешь. Это проблема и вот от Риза. Альшурер, великий Альшурер, Генрих Альшурер, писатель, фантаст, Генрих Альт. Он тоже вот говорил, какие произведения бывают открытиями такого-то уровня, после которых создаются десятки, сотни произведений, то есть открытий более низкого уровня. И что для того, чтобы большое открытие было реализовано в жизни, надо, чтобы было к нему ещё десяток, сотни таких мелких открытий сделано, которые поддерживают, развивают это. Так, к сожалению, он говорил, что у него учеников-то много, а вот истинных учеников. И на самом деле это в любой школе. А почему? А потому, что на самом деле мы все звёзды. Каждая звезда, как говорит мой друг Римас, каждый первый на своём месте. На своём. Все остальные ему подражают, повторяют. И вот эти все остальные, они тоже молодцы. На своём месте. Поэтому в карма-йоге написано, там есть такая притча, кто главнее, высшее, король или сапожник. И там такой ответ. Тот выше, который на своём месте. Да, который лучше других делает своё дело. Ну, я, например, вот так рисую, а другой рисует по-другому. У него другой авторский стиль. Он на своём месте лучше. А график на своём месте. Я не могу сказать, что я лучше всех художников, да? Но есть у меня те, которые меня почитают. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok